Привет, друзья! Недостойно унижать тех, кто не может ответить и находится в зависимом положении. Хозяйка судьбам может неприятно пошутить и поменять таких людей местами. В Восточном Гарлеме, город Нью-Йорк, США, Карен Винакур со своей дочерью пришли пообедать в пиццерию Пэтси. Женщине не слишком понравилось оформление ресторана. На стенах были фотографии почти только одних мужчин. Она высказала своё недовольство официанту. Парень с улыбкой ответил, что, вероятно, женщины меньше едят пиццу, поэтому хозяин заведения решился на такое оформление. Ответ оказался не по вкусу старшей женщине, и она решила, что столь дерзкий официант не заслуживает никаких чаевых. Они заплатили строго по счёту и ушли. Армандо Маркай был не в претензии. За свои 27 лет жизни он встречал разных людей, но никогда не таил злобы. Когда он начал убирать со стола, вместе с мусором чуть не полетела в корзину какая-то сложенная бумага, лежащая на столе. Присмотревшись лучше, парень увидел, что это конверт из сети банка. Он был открыт, а внутри лежал чек почти на 424 тысячи долларов. Армандо был ошеломлён. Он схватил бумагу и выскочил на улицу в надежде догнать двух женщин. Увидев, какой суммы лишились женщины, он вместе с сыном хозяина Адамом отправились ходить по всему городу в надежде найти хотя бы одну из женщин. Они поискали имя с чека в интернете, но не нашли его в своём городе. Последней надеждой оставались СМИ. Армандо обратился в Daily News. Владелице чека Карен Винакур было 79 лет. Она работала социальным работником и копила эти деньги долгие годы. Как только женщина обнаружила пропажу, она сразу пришла в банк. Но ей заявили, что в течение трёх месяцев чек не может быть остановлен. Возможно, кто-то уже обналичил его. Карен лихорадочно бегала по городу. От нахождения этого чека буквально зависела их с дочерью жизнь. Она приготовила его, чтобы внести первый взнос за новую квартиру. Она уже обзвонила все места, где побывала в злополучный день, но результата не было. Карен не могла вспомнить, где конкретно находится пиццерия, где они обедали. Она зашла в такое же заведение, но в другой части города. Естественно, что о чеке там ничего не знали. Через несколько дней журналистских поисков им удалось найти Винакур и связаться с официантом. Хотя женщина чувствует определённую неловкость от того, что не дала Маркаю чаевых, но главным она считает нахождение своих денег. Она сказала, что тогда он просто разозлил её своим ответом. Да, она не оставила чаевых, но ведь она не предполагала, что забудет за столом нечто более ценное. Карен удивлена порядочности Армандо. Ведь он работает в пиццерии, чтобы оплачивать учёбу в медицинской школе, поэтому деньги ему нужны были всегда. А здесь клиенты не оставили ему ни копейки чаевых. Он мог просто выкинуть чек в мусорную корзину или потребовать за него какие-то деньги. На встрече в редакции Винакур призналась, что поступила не лучшим образом. После этого женщина предложила официанту вознаграждение, которое считала себя обязанной выплатить. Но парень отказался от денег. От владельца ресторана Карен получила дополнительный сюрприз. Он сказал, что в следующий её визит дама увидит собственную фотографию в рамке между известной писательницей Макрей, легендарной журналисткой Уолтерс и бывшими спикерами городского совета. Винакур осталась весьма довольной сложившейся ситуацией и даже сфотографировалась со своими новыми знакомыми. Судьба дала возможность человеку по-другому относиться к окружающему миру, умерив свою гордыню и попытки выплеснуть негативные эмоции на невинных людей. На этом всё друзья. Делитесь видео с друзьями и близкими. До новых видео. Пока!